Далее новости спорта. Вас приветствует Дмитрий Варановнин. Физкульт привет. Начну с приятных и уже ставших привычными в эти дни вестей из Турции, где здорово выступают маунтинбайкеры Удмуртии. На международной гонке третьего класса, трасса которой проходила на высоте 1400 метров и практически вся состояла из длинных застежных подъемов, воспитанники Владимира Белокрылова в Дюжеле. Анна Коновалова снижировала первой, Валерия Пивоварова четвертой, Влад Максимов и Стас Антонов вторым и третьим. Не спасовали перед именитыми спортсменами и наши биатлонисты. В Тюмени на международных соревнованиях приз губернатора Тюменской области, являющиеся в этом году и седьмым этапом Кубка России, стреляющие лыжники Удмуртии в мега-масс-старте протяженностью в 15-20 километров заняли неплохие места. Светлана Бочкарева была 15-й, а Виктор Васильев – 17-м. Выносливыми оказались и легкоатлеты. В Железноводске на национальном первенстве по горному бегу вверх воспитанник Владимира Радыгина из 8-й ижевской спортшколы Андрей Шкляев выиграл серебряную медаль и завоевал право представлять в июле Россию на Европейском форуме в Португалии. Еще одна награда бронзовая у нашей юниорки из Глазова Анастасии Урсеговой. К другим темам мини-футболисты «Гладовского прогресса» на домашнем паркете в минувший уикенд держали серьезный экзамен в национальной суперлиге. В гости пожаловал, пожалуй, самый знаменитый клуб российской элиты «Московская Динамо». Отчет о двух матчах с ним в репортаже наших корреспондентов. Статус аутсайдера Суперлиги в игре с самым что ни на есть грандом давить может на кого угодно, но, как оказалось, нервишки у футзолистов прогресса оказались крепкими. По крайней мере, на треть первого матча против «Динамо» подшипных Валерия Чугайнова хватило. Они сражались, ну, почти на равных, и даже этим сотворили маленькую сенсацию. Пока у нас голова соображала, мы справлялись с соперником, создавали голевые моменты, но реализация, конечно, подвела. Но вот начиная с 17-й минуты голы в ворота прогресса посыпались один за другим, причем забивались они с удивительной периодичностью на 17-й, 18-й, 19-й, 20-й и 21-й минутах, и лишь один из них летел в ворота «Динамо». Тут уже всем стало ясно, фаворит Суперлиги аутсайдера раздавит. Класс есть класс. Мои ребята по ходу встречи раскрепостились, перестали испытывать дебютное волнение и просто накрыли ваших полностью. Причем «Глазовчане» мне лично понравились. Видно, что молодая, перспективная команда и при должном подходе к делу у вас в республике со временем будет очень перспективный и боеспособный коллектив. Перечислять авторов всех мячей в этой двухсерийной голевой феерии, наверное, нет смысла. Скажем лишь, что «Динамо» одолела «Глазовчан» 8-2 и 11-2. И увезло из Жевска самое главное для себя – промежуточную первую строчку в таблице регулярного чемпионата. Результатом, конечно, довольны, потому что и в три очка заработали, и, наверное, показали достаточно зрелищную игру. Поэтому все хорошо. Мини-футболисты же «Прогресса» во-прежнем остаются на 14-м месте в таблице. После 34-х игр у подопечных Чугайнова 13 очков. Хоккеисты из «Штали» в сухую со счетом 4-0 завершили полуфинальную серию плей-офф ВХЛ против Тверского ТХК. В последнем матче на выезде «Металлурги» победили в овертайме. И теперь в финале сыграют с Мистикамским Торосом. Первые две игры пройдут в Ижевске в следующий понедельник и вторник. Далее о «Дарте». В подмосковной «Электростали» прошел чемпионат страны, на котором вновь успешно выступила ежевчанка Марина Кононова. В одиночном разряде она выиграла бронзовую медаль, а в паре с Ириной Вичужаниной заняла пятое место. А теперь вернемся в столицу Удмуртии и подведем итоги всероссийского турнира по настольному теннису. Он собрал сильнейших юных спортсменов из десяти регионов страны. Для них этот старт стал хорошей возможностью подняться на несколько ступенек вверх в российском рейтинге. В сто участников, сто молодых, перспективных спортсменов в Ижевск приехали набираться опыта и мастерства. Если честно, состязаний у этой возрастной группы, особенно всероссийского уровня, в календаре не так уж и много. Для них это изначально просто посмотреть, как люди играют из разных городов. Посмотреть, что они умеют, что другие умеют, показать себя и просто чтобы они общение даже с другими детьми из других городов. Каждый участник ставил перед собой свои задачи. Так, десятилетние Катя Кельдебаева была настроена выиграть медаль. Хотя теннисом она увлеклась не так давно. Говорит, очень хочет стать мастером спорта и выезжать на крупные турниры. А для этого надо быть на каждом старте в призах. Нужно очень сильно постараться и приложить все силы. Набраться опыта. Рейтинг поднять. Да, особенно рейтинг поднять. Рейтинг надо поднимать, чтобы он у тебя стал больше и тебя стали бояться. Катя в итоге была третьей. Заработав свой актив, хорошие очки и поднявшись в рейтинге российском на несколько строк выше. Но удалось так успешно выступить не всем. Кто-то выбывал в борьбе за медали на начальном этапе и, конечно, очень расстраивался. Кто-то плачет, кто-то не плачет. То есть, ну, кто-то в себе держит. Это видно, что он хочет заплатить, он держит. Но все переживают, это точно. Кто по окончании соревнований не расстроился, так это местные атлеты. Они завоевали почти половину разыгранных на турнире наград. И теперь в хорошем настроении отправятся в Новочебоксарск на первенство при Волжье. Порадовали нас и шахматисты. В Нижнем Новгороде на чемпионате при Волжье Александра Макаренко стала чемпионкой в классике. Как и юниорка Алсуху Снудинова. У мужчин путевку в финал национального первенства завоевал Алексей Смирнов. А также юниор Кирилл Казионов. Это все новости, о которых мы успеваем вам сегодня рассказать. И с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин